Здравствуйте! В эфире программа выпуск на канале ЛДПР-ТВ в студии Веры Ионкиной о главном к этому часу. Минувшую среду в Женеве состоялась первая встреча президентов России и Америки. По итогам переговоров Владимир Путин и Джо Байден приняли совместное заявление. Оно посвящено контролю над стратегическими вооружениями. Страны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по этой проблематике. Совместную пресс-конференцию главы государств, как и ожидалось, проводить не стали. Первым к журналистам вышел Владимир Путин. Как сообщает CNN, Байден и его помощники внимательно смотрели брифинг российского лидера. Владимир Жириновский считает, что квинтэссенция переговоров в том, что опасность войны отодвинута на долгие годы. Если взять международные дела, то вчерашняя встреча показала, что опасность войны отодвинута вперед на несколько лет. И это самое главное. Она нормально прошла. Журналисты, конечно, суетятся. Их просто отойти. Байдену жарко. В такую жару, в таком возрасте президенту делают пресс-конференцию на открытом воздухе. Ну, думает там президент Швейцарской конфедерации. Мало места. Можно было сделать тоже какой-то шатер, как у нашего президента. А журналисты все изучают. Какой там коврик с ворсиками, не ворсиками. Граждан России это совершенно не волнует. Едет лимузин, не едет, сопровождение. То есть, совершенно ненужная информация. Весь день все каналы по всему миру вот сообщают. Подъехал, не подъехал, пожал руку, не пожал руку. Кто, чего, где сказал. Нас интересовала, может, только самая суть. А вот это вот обследовать костюмы там, как кто сидит, что-то там записывает левой рукой госсекретарь. Блинкин. Ну и что? Да все должны на седании сидеть записывать. Что журналист плохо соображает? Госсекретарь записывает то, что говорит наш президент. Вот мы заметили, он что-то там делает пометкой. Ну, нечего сказать, не приезжайте туда. Зачем ехать, тратить деньги с самолета, чтобы сообщать хоть что-то? Про ковер, про записную книжку, про лучи солнца там, сколько полицейских, вот колючая проволока. То есть, совершенно ненужная информация. Абсолютно. Она людей, так сказать, отталкивает. Встреча Владимира Путина и Джо Байдена была сосредоточенной практичной дискуссией, в ходе которой лидеры стран сосредоточились на важных вопросах. Такую оценку прошедшим переговорам дали в администрации президента США. Главы двух держав обсудили предпосылки того, чтобы сдвинуть с места минский процесс. Однако, чтобы увидеть какие-либо возможные результаты сотрудничества, потребуется время, отметил представитель Белого дома. К другим новостям. Государственная дума отказалась рассматривать вопрос о включении в календарь прививок вакцины от коронавируса. Данная идея принадлежит правительству. Премьер-министр Михаил Мишустин объяснил инициативу тем, что процесс вакцинации россиян должен продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут коллективный иммунитет. Владимир Жириновский считает решение парламента неправильным. Сняли с рассмотрения в Государственной думе проект закона о внесении вакцин от коронавируса в национальный календарь прививок. Видите, сперва сняли закон, связанный с процедурой проведения работы на удаленке, потому что испугались, что это будет узаконено, и часть людей будет постоянно работать на удаленном формате. Хотя на самом деле речь шла в том законе, кто определяет, кто дает распоряжение о том, чтобы, так сказать, какие-то трудовые коллективы переводили часть своих сотрудников на удаленку. Вот мэр Москвы объявил выходные дни. Это какому закону соответствует? Какой-то руководитель предприятия скажет, а где в законе написано, что президент или мэр могут объявлять выходные дни? То есть формализовать это. То же самое вакцина. Если она будет в календаре, то некоторые испугались, а вдруг это будет тогда обязательно. Но у нас в календаре много прививок. И их рекомендуют. И те, кто отказываются, ставят свою жизнь в опасность. И у нас с высоких трибун, из трех источников регулярно звучит вакцина добровольно, вакцина добровольно. Вот и получили. Добровольно большинство не хотят делать. А если бы у нас были бы рычаги власти, уже бы все сделали. Не 60, не 70%, а 100. И все ограничения были бы сняты. И все бы спокойненько отдыхали. Ну вот, не все получается у власти, потому что управляется из одного источника власти. Благоприятная по климату территория – конкурентное преимущество России перед другими странами. Особенно актуален этот аспект век постоянно растущей безработицы на земле, когда труд человека вытесняют технологии. Считает депутат Государственной Думы Сергей Жигарев. Он уверен, что в России хватит места для талантливых, работоспособных людей. Век технологий, который меняет все. Миропредставление. Приспосабливаться нужно. Нет, надо смотреть, какие у нас есть конкурентные преимущества. А у нас сегодня единственное конкурентное преимущество – это огромная территория. Причем благоприятная по климату, по экологии, по количеству воды, которую нужно выпить человеку хотя бы в один день. Выпить ему для того, чтобы дожить до следующего дня. Поскольку, может быть, мы забываем, но в Африке, допустим, людей не поселишь. Там сегодня 50 миллионов людей ежедневно не допивают ту норму воды, которую им нужно выпить. Поэтому просто по территории их туда не поселишь. В Китай тоже этих людей не отправишь. Потому что Китай кажется большим. А когда начинаешь на него смотреть внимательно, здесь у него пустыня, здесь у него горы. И места для населения людей-то не так много. Индия перенаселена. На восток не отправишь. Там тоже пустыни не очень спокойные, свои устой. А вот Россия могла бы оказаться тем магнитом... Послушайте, люди, которые лишаются профессии, это же не бездельники. И это же не дураки. Это люди, которые хотят, умеют и могут работать по много часов в день. Которые находятся в том физическом возрасте, когда идут от них максимальная отдача. Это люди образованные. Вы что думаете, вот эти брокеры, которые сегодня принимают ставки на биржи, торгуют акциями, они что ли останутся? У них останется работа. У них тоже не будет работы. Их нейросети, искусственный интеллект заменят. Может останется один программист на 50 компьютеров, в лучшем случае. Который будет обслуживать их от розетки время от времени отключать. А людей не будет. Так вот эти люди, которые умные, толковые, талантливые. Когда год просидят в своих столичных европейских квартирах. И когда я пойму, что они никому не нужны. И жизнь их проходит просто так. И это качество жизни, которое они имеют, их не устраивает. Им будет надо искать, где себя применить. И это вопрос либо социального взрыва и социального недовольства. Который, кстати, всегда приводит самые худшие политические партии на политический верх. И мы это знаем, по примеру, Германии 30-х годов. Вот этого допустить нельзя. Поэтому Россия здесь может предоставить возможность людям жизнь прожить правильно, красиво, с удовольствием. И с максимальной отдачей и пользой для общества. Очень сегодня конкурентное преимущество нашей среды. У нас такая огромная территория. У нас такие бескрайние возможности. И человек себя может применить. И в плане творчества. И в плане востребованности. И это, наконец-то, я думаю, исполняет мечту многих российских политиков, когда они говорят об огромной территории и нехватке населения. А самое главное, я уверен, что эти люди с удовольствием, поскольку это, поверьте мне, никакое там радикальное или сексуальное меньшинство к нам не приедет, зная наши устои. Приедут нам люди, самые нам нужные, правильные, и в первую очередь из тех союзных республик, которые входили в состав нашей страны 30 лет назад. Из правозащитников писателей Ева Меркачева является заместителем председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы в сферу ее деятельности. Входит контроль за местами принудительного содержания. Недавно правозащитница написала книгу, на которой решила, очевидно, пропиарить себя на имени бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Несмотря на то, что книга выпущена небольшим тиражом, она сумела наделать шума. Граждане Российской Федерации у нас на сегодняшний день по Конституции являются источником власти в нашей стране. И все-таки, как источник власти, они, конечно же, должны принимать все-таки те решения на основе объективной и достоверной информации. Сегодня мы видим, какая информационная война, какая политическая борьба развернулась против партии ЛДПР, против партии власти в Хабаровском крае. И развернулась она как раз-таки с того момента, когда арестовали Сергея Ивановича. Сегодня мы видим, что если кто-то внимательно наблюдал за теми шествиями, которые происходили, по теми красными знаменами, когда в 2019 году поливали грязью нашу партию, нашего губернатора от ЛДПР Фургала Сергея Ивановича, сегодня якобы встают на его защиту. Но люди все-таки должны понимать, что реальную защиту и реальную поддержку нашему губернатору может оказать, только та наша партия, те заинтересованные товарищи, которые прошли не один созыв вместе с Сергеем Ивановичем, которые знают его лично. У нас все депутаты, многие депутаты поддерживают Сергея Ивановича, многие были также на судебном заседании. Я подчеркну, значит, это было не для того, чтобы под телекамеры как-то, или под фотографии, для того, чтобы потом попиариться где-то на этом интернете. То есть это было сделано непосредственно для того, чтобы как раз-таки поддержать Сергея Ивановича. А что касается политической борьбы, мы сегодня видим, что многие просто-напросто спекулируют именем Сергея Ивановича, потому что мы знаем, что каждая ведет политическую борьбу по-разному, скажем так, в силу своих возможностей, своего интеллектуального развития, своей, условно говоря, морали. Но если, как говорится, нет ни того, ни дорогого, то в ход пускаются, конечно же, уже грязные инструменты. Сегодня мы видим, как много развелось различных пабликов в интернете, которые дают абсолютно недостоверную информацию. Поблагодарить каждого жителя Хабаровского края, который оказывает участие в судьбе Сергея Ивановича, который все-таки переживает за его судьбу. И также хотелось бы поблагодарить, конечно, и нашу партию ЛДПР, и правительство Хабаровского края за всестороннюю поддержку члена семьи Фругала. Потому что это чисто по-человечески, это просто по-товарищески. Поэтому огромная в этом плане благодарность. На этой части у меня вся информация. Напоминаю, трансляцию эфира вы можете смотреть на нашем YouTube-канале. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok